Гетофон, наверное. Ну там. А как вы понимаете, как работает атомная электростанция? Это важно. Ну то есть, производство, средств производства. Чего мир может лишиться? Репкоземельные металлы. А расчеты не поменяли, поэтому ракета ударилась об небесную твердь. Ну как бы и все. Иногда старая даже бывает лучше нового. А вы защищаетесь в Сирии от кого? Они действующие военнослужащие. Нам необходимо сначала защититься. Мир, конечно, много потерял без российского смартфона. Вы видели когда-нибудь российский смартфон? Здравствуйте. Российский смартфон? Да, да, да. А, ну, Ютафон, наверное. Да, я про него только что прочел. Вы держали когда-нибудь его в руках? Что он из себя представляет? Не держали? Нет. И я, честно говоря, не хотел бы подержать. Интересно даже. Разработан. Ну, говорят, обанкротились уже все? Не производят? Наверное, нет. Ну, если он, наверное, не пользовался популярностью. А, как же так? А что еще Россия производит из техники? Может быть, какие-то ноутбуки? Что-то такое хорошее дело. Какие технологии новые? Из электроники? Из электроники? Из электроники, наверное, мало чего производим. Такое в основном что-то... А что Россия вообще производит? Как вы думаете? Ну, чтобы можно было сказать, вот это российское производит, вот это из России, все сделано в России. Технологии России. Ну, вот полностью. Российское. Ну, скажем так, бытовые приборы, наверное, Россия сейчас еще пока отстает очень сильно. Ну, бытовые приборы, это вы что имеете в виду, бытовые приборы? Чайники, утюги, в это имеете в виду? Да, да. Ну, это ладно, ну, чайники, утюги, ну, пусть китайцы производят. Ну, Россия, наверное, вместо чайников, утюгов производит что-то серьезное? Ну, там... Ну, атомная энергетика, космические технологии, такое все. В основном такое, что, конечно, что не пощупает обычный обыватель, но в основном, как бы, конкурентны в мировой экономике именно в этом. Ну, атомные станции строят. Так, подождите, в атомных станциях нужны турбины, турбины. Их производит Сименс. Кого? Турбины, большие турбины, Сименс производит. В атомных. А как вы понимаете, как работает атомная электростанция? В чем заключается принцип работы атомной электростанции? Ну, да, пару двигает турбины, да, согласен с вами. Ну, нужна турбина. То есть, тут просто нагревается вода, нагревается не при помощи газа или при помощи, там, угля, да, а нагревается при помощи, вот, атомного реактора. Ну, так, там нужна турбина. А турбины Россия не производит. А что же тогда Россия производит? Нет, почему Россия турбины производит? Просто те, которые Сименс производит, наверное, она больше для газа подходит. Нет, диаметр. У вас нет средств производства для таких турбин. Не то, чтобы Сименс производит турбины лучше. Просто у вас нет станков, средств производства таких турбин у вас нет. Ну то есть вы не то, чтобы не производите турбины, вы не производите средства для производства турбин. Станки не производите такие. Понимаете? Это важно. Ну то есть производство, средств производства. Это в капитализме очень важно. Возможно, были утеряны. Возможно, были утеряны. Нет, они не были утеряны, их не было. Вы никогда не производили турбины. Ну, как, в советское время производили? Американские и немецкие. Вы хотите сказать, закупали в Америке турбины? Да, 100%. Ну, я не владел информацией, возможно. Возможное такое было. А что еще, по-вашему? Ну, вот, например, я, знаете, с какой целью интересуюсь? Я задаю часто один и тот же вопрос, но интересно разные ответы у людей. Я просто гипотетически так в голове думаю, если Россия вдруг, ну, предположим, Россия так никогда нельзя, она хорошая, но, предположим, если Россия захочет санкции наложить на все европейские страны, на Соединенные Штаты, то что она может запретить к продаже, например, ну, или к поставкам? Ну, например, говорит, а вы такие плохие, негодяи, тогда мы на вас будем накладывать санкции. И вот то, что она производит, она перестанет продавать за границу. Это что? Ну, чего мир может лишиться, например? Ну, наверное, пшеница может быть. У вас дефицит пшеницы, твердых сортов пшеницы. Вы производите достаточно много пшеницы для фуража, ну, для того, чтобы кормить скот. А для того, чтобы кормить людей, нужна пшеница, хлеб твердых сортов. Вы его закупаете, вы закупаете пшеницу. Нет, у вас недостаток, дефицит очень большой. Вы закупаете пшеницу твердых сортов для того, чтобы ее кушать. За границей вы не можете наложить санкции. Это получится обратный эффект. Вам кушать будет нечего. Вообще, не знаю насчет этого года. В прошлом году Россия была лидером по экспорту пшеницы. Какой пшеницы? Твердых сортов или фуражного зерна? Ну, вот этого я не помню. Фуражного. Я вас тут... Целон зерновых. Фуражное. Фуражное зерно. Фуражное. Хорошо. Не знаю, может быть... Собственно говоря, любые санкции имеют эффект бумеранга, как и европейские, для европейцев, так и российских. Это понятно. Я же говорю, поэтому Россия их и не накладывает. Я просто теоретически, гипотетически... Ну, гипотетически мы можем, конечно, на злоу бабушке отморозить уши и нефть перестать продавать. Правильно? Ну, вместо вас начнет нефть продавать Саудовская Аравия и страны ОПЕК с удовольствием продадут свои нефть. У них сейчас недостаток в рынках сбыта. Вы далеко не единственная страна, которая производит нефть. То есть, как бы, от того, что вы перестанете продавать нефть, станет хуже только вам. Ну, от этого... Мир от этого не потеряет. Как бы у них убытков не будет. Ну, почему мир? Мы же конкретно говорим про Европу. Мы можем продавать в Китае уже нефть, а вместо Европы. Ну, а что... А разве Европе станет хуже, от того, что вы перестанете им нефть продавать? Я думаю... Я думаю... Я думаю, Саудовская нефть им чуть дороже будет обходиться. Дешевле. Саудовская Аравия иногда продает нефть дешевле себестоимости. Для того, чтобы завоевать рынки сбыта. Для того, чтобы заключить контракты и потом догнать прибыль свою. Им нефть девать некуда. Плюс качество нефти, Уралс, вы понимаете, да, и Брент, они немножко разные. То есть, та нефть, которая по качеству продается производство Российской Федерации, она плохая. Она дешевле стоит. То есть, баррель... Российская нефть стоит дешевле. А нефть из Саудовской Аравии, она лучше. Ее перерабатывать удобнее, легче. То есть, тоже не получается. Давайте вместе поразмышляем. А что бы еще можно было бы запретить продавать за границу, например? Можно редкоземельные металлы. Они очень сильно, кстати, используются. В общем, американцы сейчас закупали редкоземельные металлы до проблем с Китаем. У Китая. Китай сейчас им поставки чуть-чуть уменьшил. Точнее, вообще практически запретил. Сейчас Россия может этим заниматься, потому что она как бы один из лидеров по добыче из редкоземельных металлов и экспорту этого продукта. Эти редкоземельные металлы используются в электронике. То есть, если вы перестанете продавать туда редкоземельные металлы в Европу и в Соединенные Штаты, то им от этого станет плохо? И они не будут знать, где их покупать? Вы знаете, я думаю, это ударит по электронике, и китайцы их очень сильно опередят в этом области. И это очень сильно фактически конкуренцию собьет для них. И все. Это тоже определенный плюс. То есть, вы перестанете им продавать какие-то природные ресурсы, которые добываете, да? Я так понимаю? Ну, я конкретно имею в виду. Конкретно вот в этой области я знаю, что американцы очень зависимы от поставок редкоземельных металлов. Репкоземельные металлы. Не редкоземельные. Не редкоземельные. Нет, не редкоземельные. Репка – это сказка. А технологии какие-нибудь вы производите? Технологии, скажем так, Россия сейчас не очень в технологичном, ну, в плане бытовых технологий, конечно, Россия очень сильно строит. Электроника, автомобилестроение, Россия очень сильно отстроит. А какие-то вообще технологии вы производите? Ну, вообще технологии, я же говорю, только связанные с космической техникой. Так, вроде как космическая техника на сегодняшний день, я так понимаю, ракеты, у которых ступени возвращаются, Илон Маск, вот эта вот насмешка со стороны вашего Роскосмоса, а выяснилось... А вы знаете, это очень интересная история про то, как у вас на новом космодроме... В каком городе у нас? Слушайте, я забыл. У вас космодром построили в каком-то городе. Ну, восточный. Ну, а космодром восточный, вот. А как он там и называется, так получается, город этот восточный, да? Вот там космодром построили. И там какая-то штука очень интересная. Они построили ангар, ну, ваши работники, знаете, миллиарды долларов, эти вот ваши там, куча денег. Они построили ангар по высоте. И когда ракета на этом, как он называется, перевозит ракеты, в общем, приезжает эта махина с этой ракетой, и она не смогла в ангар заехать. Они его сделали ниже, чем по высоте, максимальная высота вот этого вот перевозчика вместе с ракетой. Пришлось перестраивать. И знаете, какая штука? С технологиями как-то не очень получается. У вас ракета потерпела крушение при запуске. И официальной, ну, комиссия проверила причины, почему ракета взорвалась. Официальной причиной было объявлено следующее. Расчеты для полета в космос были проведены для запуска с космодрома Байконур, а потом передумали и запустили с космодрома Восточный. А расчеты не поменяли, поэтому ракета ударилась об небесную твердь. Ну, как бы, и все. То есть, как бы, с технологиями что-то не очень. Вы же летаете на тех самых двигателях и ракетоносителях, которые были созданы еще много десятилетий назад. Ведь у вас нет новых технологий. Это все технологии старые, советские? Ну, вы знаете, иногда старая даже бывает лучше нового. А что-нибудь Россия производит сегодня из нового? Ну, то есть, у вас же есть какие-то ученые, они что-то изобретают, какие-то, придумают какие-то новые изобретения, какие-то новые штуки. Чем они занимаются, ваши ученые? Какие результаты их деятельности? они больше работают. Я думаю, что они больше работают на ВПК. Ну, в большей степени, сейчас, на данный момент. А, у вас есть достижения в военной сфере? Ну, я думаю, да, потому что, если взять мировой рынок, то 20, сколько? 20% мирового рынка занимает Россия на втором месте после Соединенных Штатов в этой области. Слушайте, как интересно. А, ваши системы противовоздушной обороны, которые в Сирии должны были отразить атаку крылатых ракет Соединенных Штатов. Там был корабль, который, я его лично видел, он был в Одессе. Я в этот момент был в Одессе и видел, он там швартовался в порту. Ну, красивенный корабль, классный. Хотя, я думал, честно говоря, что эти вот ракетоносцы, они какие-то такие, ну, должны быть огромные, прям здоровенные корабли. А они, честно говоря, не очень большие. Вот я так, ну, думаю, ничего себе. Я думал, какие-то все корабли такие, думал, какие-то авианосцы. А он не очень большой. По-моему, Дональд Кук он назывался. Я могу сейчас ошибиться. Не, не помню точно. Там женщина, капитан, что интересно. И вот он поплыл, значит, туда ближе к берегам Сирии и запустил эти там агавки. За нефиг делать. Они полетели, разбомбили там все нужные, они там самолеты бомбили сирийские, это Асада. А Россия поставила предварительно туда системы противовоздушной обороны, которые почему-то не сработали. И вот что, какая интересная штука. Официальный ответ Министерства обороны ваш по результатам, результатам, как бы отрицательным результатам работы этих противовоздушных, значит, систем. Говорит, они не учли кривизну земли. Земля как бы она немножко круглая и как бы по той причине, что вот немножко не учли, то как бы ракеты не сработали. Они думали, что она плоская. И если бы ракеты вот так бы летели, вот плоская земля, вот плоская, плоская такая, тогда бы они сбили. А так оказалось, что земля немножко круглая и ракеты так летели. И оно не вышло. Как-то из ВПК тоже не очень получается. Вы калашников продаете за границу до сих пор. У меня просто другая информация по этому поводу. У меня информация о том, что часть ракет, которые проскочили ПВО, они в принципе вписываются в... Вы не сбили ни одной ракеты. Ни одной. Из томагавки все попали в цель. Все. Вы не сбили ни одну ракету. Ну, это можно прогугли и посмотреть. То есть, смотрите, мы с вами сейчас беседовали, довольно интересный разговор. Спасибо вам, вы интеллигентный человек и не используйте маты в разговоре. То есть, я делаю такой вывод, что в принципе никаких технологий либо производства чего-либо такого, чем можно было бы пошантажировать мир в Российской Федерации нет. Технологий нет, производства нет. и вы умеете и ваши все, собственно, усилия ученых, научные ваши среды направлены на развитие в военной сфере. То есть, вы умеете производить войну. Я правильно понимаю? Защиту. Ну, для того, чтобы нам не мешали производить все остальное, нам необходимо сначала защититься от тех, кто всем диктует эти все свои условия. У меня к вам интересный вопрос есть. Я думаю, что вы на него ответите точно. Я только что читал новости ваши. Ваши, я сейчас даже вам зачитаю, секундочку. Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов заявил, что за время операции в Сирии погибло 112 российских военных. А вы защищаетесь в Сирии от кого? ИГИЛ. На вас в Сирии напал ИГИЛ? В Сирии находится очень много боевиков из Северного Кавказа, которые при разрастании ИГИЛ, а он, кстати, разрастался в тот момент, до того, как Россия туда вошла, ИГИЛ разрастался. И оттуда боевики уже могли перебрасываться в принципе на Кавказ. у нас проблемы с Кавказом уже давно подождите, то есть боевики были с самого Кавказа, но были в Сирии, а если бы, значит, вы бы там, то они были бы на Кавказе. Я не очень понял, если честно. Но боевики же из Кавказа? Да. Ну, а зачем они поехали в Сирию? В Сирии у них есть возможность разгуляться, скажем так. А зачем? Так, подождите, если они уехали в Сирию, то тогда вам же хорошо получается? Ну, конечно, чтобы они не вернулись, их нужно на дальних поступок уничтожить. Точно так же, как они начали возвращаться, допустим, в вы защищались в Сирии от ИГИЛ. Но ведь это не ваша территория, это же другое государство и Сирия очень далеко находится. Это не наша территория, так же, как у Соединенных Штатов, это не их территория, но они защищаются именно в Сирии от ИГИЛ. А с кем вы воевали? Вы там воевали с ИГИЛ. Но ведь это не совсем так, ведь вы же воевали с оппозицией против Башара Асада, которая контролировала гораздо большую территорию, чем непосредственно сам режим Асада. Алеппо вы брали не у ИГИЛ, а вы завоевывали Алеппо, захватывали его у представителей оппозиции. Тут как-то я запутался, если честно. Дело в том, что мы можем внимательно посмотреть карты на тот момент, где по картам находилась территория ИГИЛ на тот момент, когда пришла Россия в 2015 году. Так вы же воевали с оппозицией, именно с оппозицией. Я же говорю, что если посмотреть, то фактически эта оппозиция была на территории тех самых ИГИЛ. Не, оппозиция воевала с ИГИЛ отдельно. Там на тот момент было несколько, скажем, участников этого конфликта внутри, в Сирии. Там были курды отдельно. У них всегда своя тема, у них нет государства. Курды всегда отдельно воюют. Есть Асад, режим которого не признает оппозиция. И была территория, частично которая контролировалась ИГИЛом. Получалось четыре стороны. Там были турецкие интересы, всегда есть интересы Соединенных Штатов, понятно, важнейший геополитический игрок. И вот получается сам Башар Асад, который терпел поражение, территория, которую он контролировал, сужалась и сузилась практически уже до невозможности. Территория, которая принадлежала, контролировалась объединенной оппозицией, она росла и выросла, была гораздо больше, чем территория Асада. И часть территории контролировали Курды, и часть территории контролировал ИГИЛ. Так вот, вы воевали с оппозицией и помогали Асаду бомбить города, которые контролировала оппозиция. То в чем же заключается ваш интерес? От кого же вы защищались в Сирии против оппозиции, которая была в оппозиционах к Асаду? Я просто не могу понять, в чем интересы Россия? И за что погибли ваши 112 человек там в Сирии? На территории контролируемой оппозиции большую часть имели контроль именно представители ИГИЛ. Они воевали между собой. Они были в состоянии войны. ИГИЛ и оппозиция. Это разные стороны. Они воевали с ИГИЛ. Оппозиция воевала с ИГИЛ. ИГИЛ хотела завоевать территорию и у Асада, и у оппозиции. Соответственно, оппозиция не справлялась с той задачей, которую необходимо было на тот момент с ИГИЛ произвести. Поэтому у них была коалиция с Соединенными Штатами, которые тоже, как оказалось, не справлялись с ИГИЛ, и она продолжала расти. Это территория ИГИЛ. А, то есть оппозиция не справлялась, и вы как бы им помогли. Я понял, вы им помогли. А скажите, а на территории Украины, вот в Луганске, в Донецке, вы против кого там защищаетесь? На территории Луганске и Донецка люди изначально взялись за оружие против той позиции, которую приняли на Майдане. Вы имеете ввиду Стрелков Гиркин, которые вооруженный прибыл в Краматорск и в Славянск? Моторола, вы их имеете ввиду? Смотрите, если бы Стрелков и Гиркин, Стрелков и те 50 человек, которые вошли, если бы они не почувствовали поддержку народа, они бы ничего не смогли сделать. И вы быстренько посадили местные полицейские, и все. Я запутался, если честно. Подождите, подождите, подождите. Мы говорим с вами про вооруженные силы Российской Федерации. Я не говорю с вами про граждан. Есть частично граждане Украины, которые оказались коллаборантами. Это понятно, это их личное дело. Преступление каждого и каждый отвечает отдельно за свои преступления. Я говорю, например, про Александрова и Ерофеева, представители ваши, ГРУшники, которые взяли в плен под Луганском в бою. Один из них капитан Ерофеев и Александров, он сержант. Они в форме вооруженных сил Российской Федерации, будучи действующими военнослужащими Российской Федерации с оружием. Российская Федерация, у них были автоматы ВАЛ, таких нет в Украине, ни на вооружении, мы не покупали, вы никогда не продавали нам такие автоматы. Они при этом еще в бою убили нашего военнослужащего. От кого они там защищались в Луганске, будучи военнослужащими Российской Федерации? Скажем так, возможно. Информацию конкретно об этих двух людях, кто они из официальных устойчивиков, я точно не знаю. Но их обменяли в конце, помните, это все закончилось, их пленение, одного из них сильно ранили в бою, провели ему операцию довольно сложную, украинская сторона, то есть мы его вылечили и обменяли их двоих на Надежду Савченко, помните, ее в плен взяли, летчица наша? Вот был обмен, два борта вылетели одновременно, один из Москвы в Киев, а другой из Киева в Москву, в киевском самолете из Киева в Москву вылетели ваши представители разведки Александров и Ерофеев, а в другом самолете из Москвы вылетела к нам Надежда Савченко, это был обмен между двумя государствами, против кого защищались на территории Украины под Луганском, это город счастье, это практически пригород Луганска, против кого защищались ваши военнослужащие? Вполне возможно, это были инструктора, возможно. Они действующие военнослужащие Российской Федерации в форме Российской Федерации с оружием Российской Федерации, табельное оружие, которое принадлежит им по расписанию. Как они могли оказаться на территории Украины и от кого они там защищались? Я же говорю, вполне возможно, и Россия послала в помощь этих людей, в помощь тем самым народным ополченцам. Так это же преступление получается? Я не знаю, насколько это преступление, помощь людям. Как же, подождите, 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 у вас есть уголовное преступление в Уголовном Кодексе Российской Федерации введение введение агрессивной войны. Это статья 353 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Планирование, подготовка, развязывание или введение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Но как бы нельзя вести агрессивную войну, это преступление. Это разве можно помогать кому-то своими войсками на территории суверенного государства. Это же война. А почему вы нам не объявили войну, когда ваши войска пересекли границу Украины? Почему вы это делаете вероломно? На тот момент, когда возможно, а может быть и нет, может быть, это право про эти войска, я не знаю, может быть и есть, были какие-то определенные части, заходили, возможно. На тот момент как раз можно сказать, этот момент был без власти на территории Украины. Позвольте, я хотел бы уточнить с вами очень интересный факт. Ирофеев Александров, смотрите, Ирофеев Александров, значит, они попали в плен 16 мая 2015 года. это к этому моменту уже были подписаны Минские соглашения. Президентом Украины был Петр Алексеевич Порошенко, признанный президент со стороны Российской Федерации. Вы признали результаты выборов в Украине, и никакого безвластия у нас не было. Это было после выборов. Мало того, к этому моменту прошли там парламентские выборы, ваши псковские десантники, обмен которых состоялся, и их обменяли наших пленных, как оказались на территории Украины и от кого они там защищались, что самое интересное. Псковские десантники это какие именно вы имеете? заблудились. А этот вопрос же решился между Украиной и Россией обменом. Мы пленных обменяли. Я насчет Рярофеева и Александрова, но это вы представляете, что это факт, что они ГРУшники. Россия же не признала этого. И международное сообщество тоже не слышал такого, чтобы международное сообщество признало их как военные. Нет, их суд осудил. Они осуждены. Их суд приговорил к 14 годам лишения свободы. За Украинские, естественно. Их же судили на территории Украины. Как их можно было бы судить? Как их можно было бы судить по российским законам на территории России? А скажите, пожалуйста, в отчетах ОБСЕ очень часто упоминаются вооруженные техника и вооруженные технологии, по которым мы только что с вами говорили. Вы верно говорите, что ваши ученые работают на ВПК. Ваши представители вместе с этой техникой фиксируются отчетами ОБСЕ на линии разграничения, за линии разграничения, за линии фронта, которая не контролируется Украиной на сегодняшний день, которая оккупирована Российской Федерацией. И там есть техника, которая принадлежит исключительно Министерству обороны Российской Федерации. Как вы думаете, как она туда попала на территории Украины и не является ли это агрессивными действиями в отношении Украины? В отношении Украины я думаю, что нет, потому что фактически на Украине две стороны. Россия признает две стороны как минимум на Украине. Одна из сторон представляется, скажем так, агрессивной стороной, одна часть Украины для России. Вторая сторона более лояльная получается. И Россия помогает той части Украины, которая более лояльна. И ничего не понял. Может, чуть поподробнее? Я что-то запутался, если честно. Какие две стороны? Есть две стороны. Есть две стороны. это Луганская Народная Республика и Донецкая представляют одну сторону часть Украины. Вы их не признаете? Россия не признала Луганскую и Донецкую Народную Республику. Не признали? Ну, фактически признали, это юридически не признали. Юридически не признали. Я не понял, как это фактически признали, а юридически нет. Это как? Ну, это значит, что по определенным причинам, опять же, чтобы меньше санкций было в снашении России, в какой-то степени не признаются. Фактически это признаны Россией Республики. Мы знаем, что многие документы этих республик в России все котируются. Поэтому фактически они признаны. То есть, вы их признаете в обход законов Российской Федерации? Я правильно понимаю? В обход законов возможно даже и так. Вас не смущает нарушение законодательства Российской Федерации? Если это спасает жизни определенную, то нет. Понял. Как вы прокомментируете попадание в плен майора Старкова? Я, честно, не знаю, кто это такой. Майор Старков, я вам сейчас зачитаю. Мне даже интересно, как вы это прокомментируете. Знаете, Старкова задержали в июле. Он сопровождал груз с боеприпасами. Он случайно заехал не туда. Он случайно заехал на украинский БПП. У него был КАМАЗ с боеприпасами российского производства. И в решении суда эти боеприпасы описаны, там каждый боеприпас описан. И там есть боеприпасы, которые, например, выстрел, как выстрелы к РПГ, называется осколок. Это осколочные выстрелы. Они производятся только на территории Российской Федерации. У нас в Украине таких нет, на вооружении не было, никогда не покупали. И он, являясь начальником артиллерийского обеспечения, воинская часть, которая его находится в Новочеркасске, он с КАМАЗом боеприпасов попал в плен в Украине. Он заехал не на тот КПП. И его тоже обменяли, он был обменен. Было замечательное видео, где-то вот его, вот его видео. Его обменяли на нашего пленного с позывным Рахман. Это наш киборг, которого взяли в плен в аэропорту. Он очень интересный. Старков, я вам сейчас покажу видео, кусочек. Хотел, чтобы вы как-то его прокомментировали. Вот он пленный. Секунду. Старков пленный. Вот он. Смотрите. Сейчас, секундочку. Я вот так вот сделаю. Уважаемый Владимир Владимирович, не знаю, я действующий офицер, я послужил 19 лет. Ну, я не боевой офицер, я чисто бумажный кировой офицер, что не знаю, как в такие ситуации поступать, что 19 лет я все-таки послужил в российской армии. И меня теперь не признают. Они говорят, что такого не было. Такой не служил. Почему Россия отказывается от своих? Ну, в итоге обменяли, все нормально. Как бы забрали, но долгое-долгое время не признавали его. А он майор, действующий майор. Он просто говорит, что я не приспособлен к войне, я не боевой офицер. он в смысле что имеет в виду? Он думал, что армия это такая работа, но он майор, но он работает на складе, выдает там боеприпасы по документам, списывает их по документам, а тут его послали на Донбасс. А тут война. И его чуть ли не расстреляли. Ну, в плен взяли, но могли расстрелять, за нифиг делать. Просто наши как бы милосердие проявили. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, вообще, на самом деле, видео там можно сделать любое, и под пытками можно то же самое сказать, так ведь? Его взяли не под пытками, а взяли его с КАМАЗом боеприпасов. Есть целый КАМАЗ боеприпасов российского производства. Осколочно-фугасные. У меня даже есть, знаете, что интересно? У меня есть секретные данные, которые, в принципе, в интернете вы практически нигде не найдете. Я вам сейчас покажу. Мне интересно, как вы это прокомментируете. Прямо действительно. Секундочку буквально. Мне даже интересно, что вы по этому поводу скажете. У меня тут есть, по-моему, это здесь. Если я сейчас не перепутаю. А, вот у меня еще к вам есть один вопрос, тоже такой интересный. Чуть жил, конечно, я порвал такой листик важный. У меня есть решение. Вот. У меня есть решение суда, секретное, по Старкову. Смотрите. Видите? Это тут много всего. Вот много всего. Реально. Здесь все указано. Здесь что, когда, какой. Управляя автомобилем марки КАМАЗ, номер ГК-2095, осуществил перевозку из города Донецк в село Березовое Мариинского района Донецкой области. И так далее. Тут все перечислено. И что интересно здесь, смотрите, он вез один ящик с выстрелами ВОГ-25, осколочная граната, снаряженная взрывчатым веществом. Два ящика с выстрелами ОГ-7В осколок с пороховыми двигателями. ОГ-7В осколок, выстрелы КРПГ-7, они приняты на вооружение Российской Федерации в 99-м году. Они не советские. В Украине никогда не производили осколочно-фугасные вот эти вот ОГ-7В осколок. Это такая очень нужная штука для армии. Но наши такого не производили. Как это вооружение вместе с майором попало туда? И я тут же, подождите, просто буквально секундочку, хотел бы, чтобы вы мне дали одновременно ответ на вот эти вот фотографии, которые опубликовало в свое время Министерство иностранных дел Великобритании. Это панцирь С-1, это такие новейшие российские системы противовоздушной обороны. По классификации НАТО это СА-22. Здесь фотографии есть с привязками к местности. Сфотографирован панцирь С-1 в Донецке и в Шахтерске, если не ошибаюсь. Да, и в Шахтерске, Шахтарск. И Министерство иностранных дел в Великобритании спрашивают, что за собственно в Адзефак? Откуда российские системы панцирь С-1 в Украине вместе с майором Старковым и КАМАЗом боеприпасов? Не кажется ли вам, что это агрессивное ведение войны, которое наказывается у вас на срок до 15 лет лишения свободы? Ну, допустим, смотрите, есть заинтересованные стороны конфликта, да? Заинтересованные стороны конфликта это, ну, я считаю, это Соединенные Штаты, Британия, в какой-то степени доверять нельзя информации из Украины и из России в том числе, даже, допустим, если бы это абсолютно сторонняя была какая-нибудь, ну, типа Малайзии, как по поводу малайзийского Боинга, которая, которая не, которая не, не признает результаты судеб, суда в Голландии, где-нибудь там сейчас происходят эти суды. Он международный? Да. Малайзия не признает всего этого, вы знаете сами. Это не заинтересованная сторона, она сторона заинтересована конкретно в гибели собственных граждан. И то же самое здесь. Информацию, которую дают страны заинтересованные, в принципе, ее можно фильтровать. У нас тоже есть своего рода своя какая-то информация в России, которой вы можете не доверять. Поэтому брать информацию, допустим, в той же Британии, которая просто интересно поставить свои военные базы, как и Соединенные Штаты, на территории Украины возле России. Естественно, для этого необходимо Россию отсюда брать. Конечно, это как для меня, так и для вас эта информация. Для вас это будет, конечно, логично, для меня нет, нелогично, что британцы будут показывать. А что по этому поводу дипломатически заявило Министерство обороны Российской Федерации по поводу Панцирь С-1 и фотографии с привязкой к местности в Донецке, в Шахтерске и Министерство иностранных дел Российской Федерации по поводу этого заявления? Ну, это же дипломатия. Если Министерство иностранных дел такого важного государства в геополитике, как Великобритания, идет какие-то заявления и обвиняет российскую сторону в чем-то, то должен же быть какой-то ответ. Правильно? Что про это говорит Министерство иностранных дел Российской Федерации или Министерство обороны Российской Федерации? Как вы думаете? Ну, про... Цитируйте. А они говорят... Ничего не говорят. Ну, значит, не посчитали, наверное, нужным отвечать. Может быть, для них это вообще глупо считать. Нет, в дипломатии отсутствие опровержения информации говорит о согласии. Отсутствие слова «нет, вы врете» отсутствие такого заявления говорит «да, это мы». Дипломатическим языком так говорят. Когда вы не опровергаете какую-то информацию в обвинении вас, то вы соглашаетесь с этим. Так работает дипломатия. Вы понимаете, что если Российская Федерация, Министерство обороны Российской Федерации и Министерство иностранных дел Российской Федерации не заявляют ничего ровным счетом, ничего, не делают никаких заявлений, то это означает, что да, это мы. Они говорят другими словами по-русски, это звучит так, они говорят «ну и чё?» Вас не смущает нарушение закона по поводу ведения агрессивной войны? Я не знаю, просто единственное, я же говорю, информация, которую вы говорите, даже так, о которой вы сейчас сказали, что Россия никак не отреагировала, мне нужно ее посмотреть. Я просто даже не знаю, как она отреагировала на эту информацию. Если она действительно промолчала, если в дипломатии это, как вы сказали, что это так, что это признание вины, это реально так, ну я же не знаю этого. Вы считаете свое государство государством-оккупантом и агрессором? Нет, не считаю. Вы знаете, я считаю больше оккупантом, потому что для меня лично и для моей страны Украина является частью той самой России и оккупантом уже других государств считается на территории Украины. О, я его ждал, это хороший ваш ответ. Вы можете поподробнее объяснить свою позицию? Эта позиция очень важна для меня. В свое время, в 91-м году, я считаю, это поражение на моей стране и по определенным причинам поражение в холодной войне, фактически расчленение России и становление туда определенных, определенной элиты во главе этих стран, которые были отделены, в том числе и в России. Эти были элиты, эти элиты были поставлены и фактически выкачивались ресурсы из этих стран, в том числе из Российской Федерации. То есть, можно я прорезюмирую, а вы со мной согласитесь, я попробую ваши слова собрать воедино, в одну мысль. Вы считаете, что Украина это территория России и поскольку это территория России, то вы, ведя войну на территории Украины, не являетесь агрессорами или оккупантами, а вы как бы забираете свое. Я правильно вас понимаю? Ну, скажем так, деоккупация. Это значит деоккупация? Да. А где заканчивается вот эта вот территория России? Где начнется уже настоящая оккупация? То есть, как бы вы считаете сегодняшние границы Российской Федерации несправедливыми. А где, по-вашему, и какая часть территории временно оккупирована какими-то другими государствами, которая принадлежит России? Это часть Украины какая-то или вся Украина? Можете поподробнее объяснить это? Знаете, в 91-м году был приведен референдум, по которому 70% были за сохранение Советского Союза. Вот та часть территории Советского Союза, в которой были по референдуму люди согласны с сохранением Советского Союза, та территория является частью не то чтобы России. Это вообще ради... Не могу сказать, что это Россия. А ради нас назовем это Российской империей. Ну, так, теоретически. Пусть будет так. Не знаю, Российская империя. Можно, не важно, как она называется. Я тоже, не важно. Одно государство. Вы считаете, например, Беларусь частью России? В Беларуси тоже проходил референдум, по которому люди были согласны. А Киргизия, Казахстан? В них тоже были по референдуму люди согласны. В то время. То есть, обратного референдума можете, конечно, сейчас провести референдум, возможно, все будет по-другому. Но по тому референдуму... Не совсем понял. Подождите, подождите, не совсем понимаю. Если вы сегодня введете войска, например, на территорию Казахстана, это тоже не будет считаться оккупацией и агрессией. Вы будете возвращать свои территории? Я так понимаю? Сейчас, я думаю, что не стоит никакие войска вводить. нужно ввести именно скажем так, либеральную политику в этой власти. То есть, уже можно и провести снова новый референдум. Но сейчас уже по новому референдуму... Референдум о чем? Где провести новый референдум? Не понял. А тот же самый референдум был, который в 91-м году проведен. Тот же самый референдум можно провести на территории бывших республик Советского Союза. То есть, вы предлагаете сегодня провести новый референдум в Латвии по поводу воссоединения 15 республик в одно государство? Я не очень понял ваше предложение. Смотрите, в Латвии в тот момент, как в принципе и в те времена Латвия была против вождения. А, то есть, Латвию вычеркнули, а Литву? Вся Прибалтика была... Страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония вычеркнули. Киргизии. Нужно проводить в Киргизии такой референдум? Да, можно в Киргизии. Можно и в Киргизии провести. Можно и в Киргизии. Туркменистан. Таджикистан. То есть, вы бы хотели жить в одном государстве с Таджикистаном? Снова. Ну, если это было на тот момент законным, то, что сделали незаконным изначально, развался в Советском Союзе. То есть, нужно по закону всем спокойно разойтись. А скажите, а как вы относитесь к тому, что когда-то Польша входила в состав Российской империи, Финляндия, нужно ли их возвращать? Польша, но опять же, по референдуму они не согласятся, поэтому нет, наверное. Финляндия тоже нет. А если никто не согласится, ведь Украина тоже не согласна, то получается, что ваши действия тогда, они агрессивные. Я запутался. Ну, с референдумом будет понятно. нужно провести референдум в Украине о присоединении к России. Даже если она хочет выйти из состава Советского Союза, но на законном основании, на основании изъявления народа. Какого года рождения? Извините, личный вопрос, просто чтобы понять. В 84-м. В 84-м. Вы прожили самую счастливую жизнь в Советском Союзе. Вас буквально на руках носили первые 6 лет жизни, а потом Советский Союз развалился. Вы помните что-то из Советского Союза, из жизни в Советском Союзе? Ну, да, помню. Ну, немного, но помню. А столица этой страны будет Москва. Я правильно понимаю? Да пускай Киев. Вы считаете себя имперцем? Даже не знаю, как сказать имперцем, что вы вкладываете в это понятие. Ну, смотрите, Чеченская Республика проводила референдум и заявила о выходе из состава Российской Федерации. Однако Российская Федерация не разрешила им это сделать. И военным путем, путем разрушения целой республики и однозначно путем разрушения столицы Чеченской Республики города Грозный заставила остаться в своем составе насильно и лишила независимости. Там был повторный референдум. Ага, повторный референдум. Знаете вы, как звучит понятие слова аннексия в советском словаре государства, которое вам нравится, в военном словаре Советского Союза? Хотите, я вам засчитаю? Вам не очень интересно, что вы на этом скажете? Я вам даже скажу, какой год аннексия. Так, картинки. Смотрите. 1932 год. Советский словарь, советская военная энциклопедия. Аннексия, секундочку, я сейчас, ой, не туда, не туда нажал. Аннексия. Это внешне оформленный, секунду, так плохо видно, внешне оформленный, согласно требованиям буржуазного международного права, захват каким-либо государством, территорий. Для оправдания актов аннексии в межгосударственных отношениях иногда инсценируется народное волеизъявление, в кавычках волеизъявление, в форме плебисцитов, то есть референдумов, среди населения аннексируемых территорий. Эти лже-плебисциты представляют собой фальсификацию народного волеизъявления, так как они совершаются в условиях военной оккупации государством, производящим аннексию. То есть, если государство вводит свои войска на какую-то территорию, а потом там проводит так называемое волеизъявление народа, то есть плебисцит, это референдум, то этот референдум не может считаться законным, поскольку он проводится под дулами автоматов. После оккупации вашими войсками Чеченской Республики этот референдум не может считаться реальным волеизъявлением народа. Ну, мы же сейчас в современном мире, я вот сейчас читаю, название насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Это насильственное. Про референдум тут ничего не сказано. Вы не считаете, что, например, так называемое присоединение Крыма является аннексией? Я думаю, нет. Ну, ведь Украина была против. Вы только что прочли, давайте еще раз прочтите вслух то, что вы прочли современное понятие слова аннексия. Насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства в одностороннем порядке. Да, смотрите. Крым это территория Украины на момент оккупации. Украина против, соответственно, две стороны. А в одностороннем порядке Российская Федерация присоединяет часть территории другого государства. Ведь это аннексия выходит. На тот момент Россия не признала власть Украины, правильно? Нет. Власть Украины не было такого заявления. Никогда, никогда Российская Федерация не делала заявление о том, что она не признает какой-либо орган властей Украины нелегитимным. Не было никогда такого заявления. Ни один из ваших государственных деятелей, руководителей государства, либо какой-то ваш государственный орган не делал заявлений, что они не признают какой-то орган легитимным, исполняющего обязанности президентом. Или, например, Верховную Раду Украины, которая была избрана, это был легитимный государственный орган. Вы всегда признавали выборы. Все в порядке, никаких проблем не было. Не было такого момента, когда бы Российская Федерация не признавала какую бы часть или целиком власть Украины легитимной. Поэтому вы говорите неправду, такого никогда не было. Он был исполняющим обязанности президента, были объявлены новые выборы, и он не участвовал в этих выборах, он просто был исполняющим обязанности президента между вот этим вот моментом его назначения до инаугурации следующего президента. В предвыборной кампании он не принимал участия и не баллотировался. Он при этом был председателем по-вашему, это получается спикер парламента Государственной Думы по-вашему, по-нашему, Верховная Рада. Он был спикером парламента. То есть это не человек с улицы, а временно назначили исполняющим обязанности президента Верховная Рада как легитимный орган власти. Назначила его временно, пока не пройдут выборы. И вот на новых выборах выбрали нового президента и он вступил в должность. А Турчинов соответственно перестал быть исполняющим обязанностей. Он временно замечал эту должность. Он не правил, а временно исполнял обязанности президента, поскольку вы нашего президента выкрали. Ну Россия я так понимаю признавала Януковича на тот момент, что Янукович являлся президентом Украины. Соответственно в этот момент между двумя президентами появившимися, которых Россия второго президента Порошенко признала Россия, между в этот период происходил момент безвластия, беззакония. Россия обеспечивала на территории Крыма фактически какой-то закон на тот момент. И во время этого крымчане фактически успели, успели, не подчиняясь Киеву, потому что крымчане не согласны были с теми событиями, которые были на территории Киева, крымчане успели провести референдум. Как вы считаете, а можно ли провести такой референдум, например, на территории сегодня Кенигсберга? А это нынче называется город ваш, как он называется сегодня? Калининград. Да. Это же территория Германии. Если ситуация будет как на Украине, наверное, то, да, возможно. Ну, то есть у нас получается, смотрите, если я, допустим, я гражданин Украины, гражданин России на территории Старопольского края, приходят власти какие-нибудь там отбитые нацисты, я буду против того, я фактически вступлю в гражданскую войну с ними. Я вас понял. Какие-то у вас крайне вопросы есть? Я все понял. У меня все понятно. Стало все понятно. Все стало на свои места. У меня один вопрос единственный. Как, я, допустим, жил на территории Украины некоторое время, каким образом на территории Украины, на которой большая часть людей разговаривает на русском языке, почему нельзя сделать русский язык вторым государством? Для чего? Чтобы что? Ну, удобно людям разговаривать, то есть люди разговаривали всю жизнь на русском языке. Я понял. Я вам отвечу, это несложный ответ. Я русскоязычный украинец. Я родился, народился я в Луганске, все життя свое прожив в Луганске. Я украинцы, которые в жизни, в жизни, в жизни, в семье, в родине, дома, на работе. Если мы спускуемся русской мовой, то мы все, все и украинцы, мы знаем украинскую. Это обовязок каждого гражданина Украины, каждого украинца, знать, поважать, изучать украинскую мову. Потому что мы Украина, и украинская мова, это единая государственная мова, так прописана в Конституции. Для того, чтобы еще выбрать еще какую-то мову в Конституции, еще одну государственную, нужно, чтобы для того было по-русски какая-то причина была, разумеете, для того, чтобы мы сделали бы еще одним государственным языком еще какой-то, для этого должна быть какая-то причина. В этом нет никакой необходимости. Украина единое, независимое, неделимое государство с единственным государственным языком. Для тех граждан, которые говорят по-русски, на русском языке, русскоязычные граждане, нет никаких проблем общаться в том числе на украинском языке, по-украински. Никаких в этом проблем нет. Это надуманная проблема, и она надумана кремлевской пропагандой российского телевидения. Такой проблемы у нас нет, никогда не было, и это смешно звучит из уст россиян, поскольку полная чушь. Но ведь проблемы не было бы, если бы ее вообще не касались в свое время. Еще в 2004 году, по-моему, первые ласточки шли по этому поводу. То есть проблем не было, по сути. Никогда никаких проблем не было, и сейчас их нет. Я очень хорошо помню 2004 год, когда русскоговорящие на Украине, или в Украине, для вас удобнее, наверное, да? Русскоговорящие в Украине спокойно и даже с удовольствием учили украинский язык. И когда начали заставлять его учить... Как это заставлять? Где его заставляли его учить? Заставлять... Допустим, радиостанция. Многие диджеи на радиостанции, это я просто знаком с диджеями на радиостанции, они говорили на русском языке. Им было удобно это. Они говорили, они любили украинский язык, это факт был. Они любили, они даже учили специально... После того, как их начали заставлять говорить по-украински, они его стали не любить. Я вам объясню. Знаете, какая штука? Потому что те люди, которые русскоязычные, они знают украинский язык. Все. Все русскоязычные украинцы знают украинский язык. Все. Нет таких русскоязычных людей в Украине, которые не знают украинский язык. Таких людей нет. Не существует таких людей. Однако есть в Украине люди, и их довольно много, украиномовных, украиноязычных, которые говорят в жизни по-украински, которые не знают русского языка. Понимаете? Потому что это Украина. Если мы говорим с вами про Испанию, то в Испании существуют англоязычные испанцы. Они есть. И все англоязычные испанцы знают испанский язык. Потому что это обычно норма. Это норма. Англоязычные испанцы знают испанский. Но те люди, которые говорят исключительно на испанском в Испании, не обязаны знать английский. Поэтому радиостанции будут вести свое вещание по-испански, для того, чтобы те жители, которые знают исключительно государственный язык, могли понимать, о чем идет речь. И у нас есть языковые квоты. Мовниквоты, так называемые. То есть, согласно закону про государственные языки, закону про державную мову, радиостанции и телевидение должны придерживаться языковых квот. Я не помню процентное соотношение, не буду вам говорить, но по-моему 70% эфирного времени на радиостанциях и на телевидении должно быть на государственном языке. И в этом у нас нет никакой проблемы, потому что это проблема надуманная именно Российской Федерации. На территории Российской Федерации проживает несколько миллионов украинцев. Однако на территории Российской Федерации нет ни одной украинской школы. Около одного миллиона украинцев проживают в Москве. В Москве нет ни одной украинской школы. Чтобы язык преподавания всех предметов в школе был бы украинским. А у нас такие школы есть. школы где преподается все и было до 14 года никаких проблем не было мои дети в луганске учились в одной школе в одной и той же школе один учился в классе с украинским языком обучения все предметы на украинском языке автор учился на русском языке им так было удобнее это был в том числе их выбор в одной и той же школе а в российской федерации при проживании огромного количества украинцев нет ни одной украиноязычной школы поэтому тут я думаю что имела бы смысл заботиться про языковой вопрос именно территории россии для россиян а у нас этим проблем никаких нет все в порядке в этом же можно спросить граждан во франции государственным языком на во франции государственным языком есть французский в жизни люди могут общаться на каком угодно на испанском по-английски могут общаться по-русски в конце концов никаких проблем нет вот те русские которые приезжают жить в париж они говорят по-русски но они обязаны выучить французский язык обязаны поскольку это государство франция и если мы говорим про самоопределение то если вы хотите говорить исключительно на вашем языке смотреть передачи исключительно на вашем языке и слушать радио передачи на вашем языке то для вас уже есть такая целая страна это российская федерация где радио на русском телевидение на русском пресса вся говорит по-русски все по-русски для этого есть отдельная страна а украина это страна украинского языка франция эта страна французского языка великобритания эта страна английского языка великобританского все в порядке а канада с канадой чуть сложнее в канаде есть части территории, где государственный язык государственных языков там два французский и английский и есть часть территории, которая говорит по-французски есть часть территории, которая говорит по-английски но мы же говорим про колонию Канада это не страна, где живут канадцы это же колония, она была колонизирована часть была колонизирована франкоязычными колонизаторами, часть англоязычными колонизаторами а мы говорим про этническую составляющую Украина это не колония, которую колонизировали в свое время украинцы. Украинцы здесь проживают испокон веков. И когда мы говорим с вами про русскоязычность населения, в основном мы говорим про русскоязычность населения крупных городов, таких как Луганск, Донецк, которые образовались в период Российской империи. И они были заселены в большей степени выходцами из России. Как только вы выезжаете, это я вам как луганчанин говорю, как только вы выезжаете за пределы Луганска в село какое-нибудь, ну вот село, где большое кладбище, где кладбище большое, не село, которому там 70 лет, например, а село, которому там 400 лет, 500, когда там люди жили на протяжении там нескольких веков, то тут же вы слышите разницу в языке. Люди, которые живут испокон веков там и их предки похоронены там всегда были, они говорят по-украински Донбасс это украинская земля, и Харьков это украинская земля, но поскольку происходит смешение, периодически смешение между городским населением, которое говорит в большей степени по-русски, и местным населением, которое в селе, то появляется суржик, это смесь языка русского и украинского, это суржик и суржик появляется на тех в тех территориях, которые соприкасаются между собой, украиноязычные села соприкасаются с русскоязычными городами, например, и вот здесь на этой линии соприкосновения, которая сейчас, это слово, линия соприкосновения К фронту, например, неприменимо А к соприкосновению украиноязычных сел И русскоязычных городов применимо Здесь и появляется суржик Если мы уходим чуть дальше В сторону города Там русский язык превалирует Уходим чуть дальше в сторону села, украинский Но это говорит нам о чем? Не о том, что там много людей русскоязычных А о том, что исконное население Коренное население Население тех людей, которые там живут, проживают И там, где похоронены предки Оно украиноязычное И язык там украинский, соответственно Это земля украинская И государственным языком здесь должен быть украинский Потому что это земля Украина Все здесь относится именно к земле К тому, кто ее возделывал Кто ее добывал, кто ее обрабатывал Кто ее сохранил для нас Это и есть Украина Поэтому язык для тех, кто говорит по-русски, как я Я в быту говорю по-русски Но, случайно, что я навчался в украинской школе Мы все знаем украинскую мову Мы спилкуемость украинской мовы У нас нет никаких проблем при спілкувании С украиномовными украинцами Нет никаких проблем при спілкувании Если мы приедем, например, до Львова, до Тернополя Да и все люди разговаривают украинской мовы Нет никаких проблем Мы все один одного понимаем Мы можем переходить на украинскую мову Потому что это Украина, это украинская земля Я же не говорю про землю, например, которой принадлежит Россия Там Москва Там испокон веков говорили по-русски И пусть говорят Хотя уже на сегодняшний день Судя по тому, как празднуют в России Курбан-Байрам Да как бы это и не совсем так Почему бы вам не ввести в Москве Второй какой-нибудь государственный? Если общий российский референдум к этому придет То, скорее всего, да Может быть, ввести в Москве Но у нас просто в России нету такого количества людей Которые бы ввели бы, допустим Преодолели какой-то барьер в референдуме Есть украинцы Есть украинцы Даже украинцы в России Им удобнее на русском говорить Так попробуйте хотя бы сделать Хотя бы открыть одну школу украиноязычную Для украинцев В своей стране Я думаю, если один из представителей Один из представителей Украины Какой-то будет в России на этом настаивать И будет ввести серьезную политику Я думаю, это все будет Вы же понимаете, что это не серьезно Какие-то еще у вас есть ко мне вопросы? Ну, собственно, нет Дякую, я побег Дякую До свидания У вас есть еще вопросы? Даже те люди, которые могут вести диалоги адекватно Без матов Без каких-то подгораний И каких-то таких эмоционирований Жутких, как делают ватники Они имперцы Это империя Это сидит Это разница в ментальности Они хотят завоевывать территории Они считают близлежащие территории своими Это присуще было Раньше Предыдущим империям Таких империй была масса Это просто имперское мировоззрение И мы живем, к сожалению, по соседству С людьми, которые являются носителями Имперского мировоззрения Внутри себя Они это делают честно Этот мужчина Он говорил честно, как он думает Я всегда определяю Люди врут или нет Говорят ли они правду Или нет Он говорил правду Он говорил, как он думает Он действительно считает Украину Частью России Действительно Поэтому они не считают себя оккупантами Не потому, что Так не признают Путин Они не считают себя оккупантами Только потому, что Они считают, что Они не оккупируют А возвращают свои земли Поймите Они признают Да, мы ведем войну Но они не считают, что Они делают что-то плохое Они другие Они ментально другие Цивилизационно другие Они просто другие Это как инопланетяне Понимаете? Ну, есть люди, которые едят людей Были до этого, там, каннибалы Они не понимают, что Они делают что-то плохое Но разве в этом есть что-то плохое Съесть тело врага Поверженного Ну, то есть Ты съел его печень И стал таким же храбрым Как этот поверженный враг Нет Говорит сегодня человечество Это плохо Они говорят, что в этом плохого То есть Вот это вот Понимание Что такое хорошо И что такое плохо Крошка сын К отцу пришел И спросил Локроха Что такое хорошо Что такое плохо И о том О чем Говорили Наши Поэты То я с чего начал Стрим Тему закончу Что такое хорошо И что такое плохо Говорила Лена Костенко Которая исполнилась 91 год 19 марта Вона казала И жах И кров И смерть И відчай И клекит Хижа И орды Маленький сирий Чоловичок Накояв Чорної біди Это звір Огидної породи Лохнес Холодный Не вы Куди ж ви дивитесь Народи Сьогодні мы А завтра вы Это вона написала В 2014 А той маленький Сирий Чоловичок Вы Знаете Про что Идет Ця мова И Ось еще такие рядки Я хотел вам еще Зачитать Не пощастило Нашему народу Дав Бог Сусидов Ласих До нашесть Забрали все І землю І свободу Тепер забрати Хочуть вже і честь Ми вже Мов корінь Для чужої Брості Чужинських Понеклепаних Гербів Тепер у нас Господарами Гості Вони Людей тут Мають Зарабів Сусід Північний Хижий Великий Дрімучий Злидень Любить Не своє Колись у греків Янус був дволикий У цих Орел двоглавий Заклює Абили ж не з Москвою Хай Україну Чаша ця мене Вже кращий З турком З ляхом І з Литвою Бо ті сплюндрують А вона Ковтне Ця чорна прірва Схижує десницею Смурна от крові Смут своїх І свар Готова світ накрити Як спідницею Матреха Накриває самовар Був Київ стольний Слава Україні Дякую тобі Боже, що я не в Москві І що ми розуміємо, що на сьогоднішній день Цивілізація Вона інша Вона розвивається І розвиток Цивілізаційний розвиток Всього суспільства Всієї країни Людей Кожного громадянина окремо І всього суспільства Разом Це дуже важливо Саме цивілізаційний вибір І цивілізаційний розвиток Країни Держави нашої Це Європа Це Європейський Союз Це вступ до НАТО Подалі від Москви Дякую тобі Боже, що я не Москаль Слава Україні!